всем привет меня зовут игорь сегодня у нас новый разбор нового гостиничного комплекса это вроде как бы отель а вроде как бы не совсем отель сам застройщик его называют многофункциональный апарт отель хотя вроде бы это отель с брендом сегодня разберемся что к чему сделаем разбор и посмотрим все материалы которые имеются по данному проекту включая естественно цены подписывайтесь на канал на соцсети на youtube тоже желательно подписываться а мы начинаем разбор проекта архи ромада энкор by wind и поехали итак начнем с рендеров вот так вот у нас выглядит здание по сути это 30 этажный апарт отель многофункциональный и так повторюсь его называют застройщик но по сути по своей это как бы брендовый отель я не знаю в чем там нюансом точнее знаю но вам в общем расскажу 696 апартов и с точки зрения архитектуры он выглядит очень просто то есть обычно вот такое здание прямоугольное но у него там да есть небольшой вот сдвиг по форме но тем не менее то есть по сути все понятно квартиры апартаменты точнее 30 этажей занимают и вот такой вот стилобат с инфраструктурой на которой внизу там коммерция всякие казино там все все что хотите бассейн это же мы сегодня рассмотрим презентации так он выглядит с другой стороны ну тут как бы с какой стороны не включи он везде плюс-минус одинаковый бренд там будет ромада энкор в общем да это как бы несмотря на то что ромада есть уже в батуми но там чуть другой был формат там именно над отелем были апартаменты и обычно это называют апарт отелями когда у вас там пять этажей отель а выше продают апартаменты здесь же это все апарты но за счет управления это не совсем полный пол полностью отель но в общем этому сейчас еще дойдем до этого вот так он выглядит издалека понять что он не находится на первой линии место я вам покажу вместо в принципе интересно у него есть свои плюсы и минусы но это рендер такой стандартный мы об этом много раз на канале уже говорили что рисуют как бы вот чтобы для маркетинговой картинки поэтому это нормально так давайте смотреть презентацию у застройщика есть вообще это видео презентация но если я вам ее покажу как я иногда делал в начале там очень много информации по сути вы все увидите сразу будет не очень интересно так тут нам рассказывать про партнерство виндома ну давайте в общем идти по презентации и в общем-то по порядку все и обсуждать виндом это крупнейшая сеть у них в основном они на масс-маркет работают у них очень много отелей но пятизвездочные тели там внутри есть классификация про который я рассказывал в разных роликах потому что по виндому точнее отельных виндомов у нас несколько фактически по каждому из них есть видео на канале но у нас как бы есть уже романда да на аллее героев в комплексе где раньше снимал квартиру в соседнем здании но там номера насколько я знаю не продавались продавались над отелем а здесь все 30 этажей это полностью от отельные номера как это вообще история работает то есть в конкретно в этом случае управлять будет управляющая компания застройщика отелем просить за тавтологию то есть это не управление отельные именно но чисто визуально то есть это будет вот как бы но отдельно стоящие отельное здание управление будет не отеля потому что виндом продают просто франшизу то есть они купили франшизу условно логотип повесят его себе на входе на здание и по определенным стандартам они будут его строить и делать ремонт но управление отельного здесь не будет но опять таки здесь нельзя жить это вся история чисто про деньги поэтому нужно будет считать смотреть на цены и вообще прогнозировать через этого может получиться хорошего или нехорошего в общем смотрим тут нам рассказывают почему в общем то нужно выбрать этот проект и вот перепели перечисленные все плюшки которые будут детское пространство лобби ну лобби понятно что везде есть бассейн энергоэффективные материалы в общем все все в целом классно и здорово спа зона конференц-зал и парковка внутренняя и наружная в общем набор в плане инфраструктуры прям такой полный по расположению и так вот у нас в общем то здесь находится это но этот новый проект стадион аллея героев пляж вот здесь начинают здесь метро сити начинается новый бульвар находится на иносоридзе между двумя проектами next а или или слева или справа не помню по моему с двух сторон они находятся ну то есть чисто по карте вот в этом как раз одно из преимуществ с точки зрения его как отеля потому что люди отели часто на том же букинге выбирают по карте и вот по карте он очень близко к морю находится то есть условно вам может больше нравится жить вот здесь но по карте ну то есть понимаете логику как бы близость к морю в основном люди не знающий город выбирают по карте поэтому это в какой-то степени плюс для отеля а еще один нюанс который я бы хотел отметить это то что здесь вокруг фактически нет именно отелей брендовых вы конечно можете меня поправить сетевых именно понять что там есть турецкое вот это казино да фария там где eclipse казино но я не знаю вроде это не сетевое казино все-таки что отель все-таки именно чтобы вот мировой бренд был который много где представлены всем известен в этом вот 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 всем районе такого нет ближайшие это кортьяр мэриотовский но там тоже не продавались номера они продавались в самом здании как апартаменты поэтому по сути это на текущий момент 1 полностью здание отельное в городе именно в самом батуми потому что все остальные отели и ротана и виндом гранд резиденс и next next of ski два отеля резистаны и виндом резиденс они все в гоню находятся а это по сути вот единственный в городе так еще и дешевле на 30 процентов вот такой вот вам спойлер так тут нам рассказывают про спецификацию техническую размеры здания точнее площади которая строится 30 этажей 696 апартаментов то я уже говорил минимальная ну стандартно есть естественно студии мы их тоже посмотрим лифты иконы или аналогичная категория независимо водяной резервуар генератор вентилируемый фасад ой не очень выделяется звука ну понятно звукопоглощающая система современная шумку обещают нам немецкие энергоэффективные блоки ютонг это мы отдельно еще обсудим и специальные стекла которые окна точнее со стеклами которые поглощают все вот это вот то что нам не нужно так дальше нам рассказывают про блоки ютонг кауказус в двух словах кто не в курсе это шведский бренд если не ошибаюсь мне ребята подсказали шведский бренд который потом переехал в германию они по франшизе работают и у них в общем-то года полтора-два примерно может чуть чуть меньше открылся завод в тбилиси то есть по сути это как бы компания бренд который себя очень классно зарекомендовал который делает газа блоки специальные и они открылись в тбилиси то есть в тбилиси завод что по поводу этих блоков они энергоэффективные тут вот пишут что fire resistant эко-френдли и это как бы классный продукт на самом деле но батуми это субтропики и газоблоки в субтропиках это дело очень опасная на самом деле потому что энергоэффективность здесь она если не на последнем месте то на одном из последних находится здесь основное это влага и понятно что блоки сами по себе классный но здесь очень важно чтобы соблюдалась технология именно дальнейшего пирога и в принципе укладки блока поэтому но я знаю что эта компания представители компании приезжают на обучение и показывать рабочим как правильно класть блоки чтобы не было потом проблем поэтому будем надеяться что все очень качественно сделать потому что очень важный момент именно связан с тем как дальнейший пирог фасадный будет установлен при использовании этих блоков дальше нам вот показывают материалы очень люблю такие штуки конечно когда в презентациях вставляют и подробно расписывают ну не прям подробно ну хотя бы хоть как-то вентилируемый фасад показывает что энергоэффективные окна тоже на 30 процентов которые вот сохраняют энергию цемент хайдельберг цемент и капорол тут нам дальше показывают естественно все номера будут сдаваться с ремонтом подключить мебелью полностью но вот эти рендеры если я правильно понял мне сказали что они еще в процессе доработки потому что были изменения по проекту и в общем то вот это вот историю немножко меняют то же самое касается и лобби возможно я неправильно понял но я переспросил скалида что он немножко будет отличаться на вот этом вот стилобате если можно его так назвать здесь располагается от зона отдыха с бассейном которые будут как раз таки для гостей проекта фитнес-зал естественно куда же без него это как бы стандартный атрибут любого в принципе отеля и мы переходим к планировкам ну я вот в отелях обычно не люблю смотреть на планировки потому что разницы особо нет здесь что можно отметить ну они вот решили как бы разнообразить саму форму здания немножко его вот так вот сдвинув сделав острый угол для отеля это окей для жилых квартир конечно не очень хорошо что у вас один угол он как бы вот такой но здесь они сами делают ремонт все под ключ поэтому разницы нет что мы тут видим мы видим студии много студии 1 1 1 1 1 и вот здесь и вот здесь и вот здесь они плюс минус одинаковые некоторые отличаются есть вот такие один плюс один номера с отдельной спальней тоже возле лифтов мы недавно делали сбор я там говорил что не знаю насколько это будет шумно или не шумно по идее в отеле должны быть какие-то стандарты по шумке но я не думаю что они прям будут на каком-то там мировом уровне потому что шумоизоляция это очень дорого это очень дорого и те кто себе делали шумоизоляцию они понимают что это такое но есть вот угловые двухспальные номера с кухней гостиной ну честно да я вот не думаю что не нужно здесь тратить время пожалуйста вот он план можете поставить на паузу поразглядывать найти поразглядывать эти студии все сами тем более что вот здесь у нас несколько еще слайдов будет с более подробными вот такими 3d шками ну нормально я не опять таки не знаю насколько вот этот ремонт будет соответствовать потому что они сейчас вроде какие-то изменения идут по рендерам но тем не менее есть вот такие студии есть вот такие менее удачные срезанные тоже студии но опять это вся история она как бы про сдачу через управляющим уж самим там нельзя жить поэтому тут мне кажется разницы нет она срезанная или не срезанная если доходность будет хорошая перепродать потом будет особо без проблем вот такие еще из два номера вот такой ну мы это в принципе все посмотрели сейчас поэтому думаю что надо двигаться дальше про застройщика это вот важный момент да потому что это первый проект их в батуми и была интересная история что еще полтора больше полу полтора по вам года назад они писали мне в инстаграме представители назначали встречу они уточняли какие общие здесь особенности в по батуми что интересного я могу рассказать и потом вот начали продавать свой проект компания называется архи или арки как как правильно но сокращенно от архитекции поэтому там арки архи что-то так очень много у них домов построенных сданных в тбилиси кто живет в тбилиси или занимается недвижкой можете написать по качеству их домов как они вообще строят ну проект вот такие достаточно типовые есть какие-то симпатичные и интересные есть более ну видимо разного класса что-то эконом что-то там повыше классом но количество объектов конечно внушает интерес очень серьезный а помимо готовых у них еще 20 проектов на этапе строительства и все вот они называются названием компании в начале идет архи 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 аллея б и так далее разные корпуса видимо поэтому опыт есть серьезный и в общем-то строит они достаточно быстро на текущий момент уже по моему шесть или этажей они построили еще добавлю по вот материалам одну деталь что они будут на фасаде использовать hpl панели это очень хорошее решение и в принципе долговечная история для вот такого вот климата поэтому это приятно хорошо так давайте про управление это в принципе один из основных таких блоков когда мы говорим об инвестиционных каких-то проектах особенно полностью отельных что у нас тут получается жить они разрешают 60 дней в году 30 в сезон 30 дней в сезон управление во первых котловой метод здесь тоже будет использоваться то есть весь вычитаются все расходы налоги там рекламные так далее и остаток делится поровну то есть независимо от того сдавался конкретно ваш номер или нет это конечно классно и здорово что новые проекты тоже они уже как и вот предыдущие отели они переходят на такую систему потому что не очень прикольно когда ты купил номер и конкретно твой может не сдаваться то здесь есть какой-то элемент человеческого фактора потому что конкретные какие-то люди в управляющей компании могут сдавать какие-то определенные номера и чтобы вот этого не было естественно намного лучше когда все это сдается котловым методом управлять будет компания hpm если правильно записал прошу прощения не уточнял они управляют отелями в бакуриане отелем и в общем-то опыт в управлении есть поэтому они вполне себе так уверенно заявляют о себе что они справятся легко с брендом распределение доходности идет 60 на 40 в 60 в пользу покупателя инвестора владельца но из 60 еще будет вычитаться коммунальные по некоммерческому тарифу вычитаться будет налог 10 процентов 10 потому что управлять ну то есть не вы как физик будете получать доход а юридическое лицо будет за вас это делать и соответственно вычитается у них 10 процентов вот так они объяснили и помимо этого еще вычитается там порядка 3 процентов на рекламу то есть рекламные расходы как мне опять таки сказали возможно это в дальнейшем поменяется не знаю какие то вот эти детали они могут меняться но на сегодня вот такая история и они вычитаются уже после вычета ндс и там остального но в целом как бы вот от 60 там ну точно больше 50 будет скорее всего но будет чуть меньше 60 то есть нужно это тоже понимать я думаю что там наверное 55 где-то будет оставаться а еще два доллара за квадратный метр обслуживания это тоже отдельно она тоже вычитается из ваших уже чистых 60 по коммунальным услугам я сказал что 2 процента 2 доллара это оплата за управление за обслуживание самого дома будет у них отельное кондиционирование фан-койлы стоять и водонагреватели будут в каждом номере вообще получается они видимо его называют многофункциональным апарт-отелем из-за того что там будут кухни в самих номерах будут кухни поэтому подразумевается что человек может продолжительно оставаться потому что в отелях в классических обычно кухонь нет в основном не во всех но в основном поэтому видимо они как бы вот смеща из-за этого и из-за того что у них бренд по франшизе управлять будут они сами они отель то скорее всего вот из-за этого они не говорят что это прям вот полноценный отель хотя его по сути ничего от отеля чисто вот так вот визуально отличать не будет еще у нас есть вот такие комплектации например вот для студии то здесь прописано в каком состоянии будет сдаваться квартира и что будет входить в состав по мебели вот мебель встроена передвижная техника и вот вот это вот все расписано здесь не указаны конкретные вот даже кстати вот отделка фасада включает вот hpl панели или другим композитным материалом это имеется ввиду видимо винт фасад теплоизоляционные блоки вот они вот это вот все в комплектации прописывают и такие же есть на один плюс один квартиры и на номера с двумя вот посуда все прописано все 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 доп оборудования диспенсер для мыла шампуня это как бы классно так перед тем как мы перейдем к ценам расскажу про условия во первых планируют завершить это все в декабре двадцать седьмого года доделать сдается все полностью под ключ как я уже сказал но самое интересное это условия платы я всегда люблю когда ну в разборах или в новых комплексах что-то есть необычное на чем можно сделать какой-то акцент и что проект отличает от других здесь у нас угадайте какой первый взнос 0 платите 1000 долларов и ставится ежемесячная рассрочка ну то есть и ежемесячный платеж то есть нет первого взноса просто оплачивается 1000 долларов подготавливается договор и вам вы просто с первого месяца начинаете помесячно платить на вопрос можно ли квартально мне сказали так что можно согласовать оплату вперед то есть условно у вас рассрочка все равно будет квартальная в договоре ну возможно в договоре поменяют но вам нужно будет если вы хотите по сути платить по квартально то вам нужно будет сразу заплатить за квартал вперед и потом вы пропускаете там три месяца платите за поняли короче предоплатой так можно сделать и ну вот такого вот классно классно и вот такое конечно редко встречается чтоб не было вообще первоначального взноса бывает конечно на прям ранних супер стадиях у некоторых проектов такое но тем не менее редкость при том что цена невысокая что я вам сейчас покажу для в целом как бы отельного проекта но есть нюансик рассрочка не до конца строительства она 24 месяца всего лишь казалось бы но тут есть еще один нюансик у них есть рассрочка на 12 лет внутренняя процентная то есть на 24 месяца это без процентов можете посчитать любой номер когда вам цены покажу какая был какой будет платеж и ирмесячный а можно сделать внутреннюю ипотеку а дом строится три года вы на три года подписываете договор о внутренней рассрочке процентный процент 10 годовых получается после того как здание достраивается это рассрочка на переходит в ипотеку то есть открывается ипотека банковская и остаток лет вы уже платите не застройщику а банку это прикольно потому что многие любят ипотеки хотя у меня я лично с ними особо не сталкивался никогда но возможно кому-то для чего-то понадобится взять отельный номер в ипотеку вот такую полу внутреннюю полу ипотеку полу банковского пожалуйста можно рассмотреть вот такую долгосрочную историю на 12 лет понятно что можно раньше выплатить но это уже надо с банком обсуждать я задал логичный вопрос а если человеку не одобрят ипотеку на что мне дали вполне логичный ответ значит ему нужно будет закрыть цену квартиры непонятно немножко с одной стороны ситуация но мне сказали как что если человек хочет по этой схеме приобрести квартиру то на самом старте у него запрашивают документы которые банк подтверждает то есть получается банк заранее если вы выбираете эту схему у вас застройщик просит документы отправляют в банк они дают свое предварительное одобрение и если все окей то тогда можно купить не переживая что банк не одобрит с одной стороны конечно чего угодно может произвести за три года у вас может ситуация поменяться вы там можете перестать получать какой-то официальный доход или еще что-то или банки поменяют свою политику ну как-то да я бы честно говоря с большой настороженностью к этой истории относился тем более это еще и процентная рассрочка я думаю что здесь наверное если у вас стоит вопрос брать ипотеку для отельного проекта то я бы наверно что другое рассматривал ну точно не для инвестиций проект под 10 процентов годовых ипотеку с риском еще что вам ее не одобрят и вам придется закрывать полностью остаток спустя три года либо расторгать договор и терять деньги поэтому тут как бы ну так себе но если кто-то понимает как будет пользоваться и для чего ему такая покупка то классно что такая опция есть кстати по поводу расторжения договора у них всего 10 процентов невозвратная часть то есть вот эта залоговая сумма 10 процентов обычно обычно 20 те кто покупали или те кто работают недвижки здесь знаю что 20 у некоторых даже 30 попадается здесь всего 10 это как бы приятно но 10 процентов от всей суммы они от оплачены то есть если вы купили без первого взноса выплатили 10 процентов а потом вам нужно расторгнуть договор вы 10 процентов теряете если вы выплатили 50 то вас вы что 10 и вернут вам 40 тут все просто прайс люблю прайс когда все просто никаких считать калькуляторов все вот табличка цена цена за квадрат я задавал вопрос что вот это вот за тип 1 st1 тут куча разных цифр непонятно букв непонятно чего несколько не обращать внимание это внутренняя история и так у нас по сути этажи площадь площадь балкона площадь общая это количество видео а это номер вот количество до комнат тип мы пропускаем статус понятно for sale и вот цена за квадрат и общая цена номера с учетом ремонта под ключ и что получается вы уже наверное увидели да я вам ниже чуть пролистаю на разных этажах тут пусть невысокий как он 3 4 здесь есть до 68 даже до 67 попадаются номера а есть она это просто площадью побольше но цена за квадрат меньше двух тысяч то есть реально попадается вот 4 . 1967 и это их конечно очевидное преимущество понятно что сам бренд ниже классом то есть романда это такая ну троечка они вроде говорят как бы это типа там четыре звезды может быть ну может быть а может и нет вообще романда но вы можете посмотреть вот в любом городе в европе или еще где-то романда в основном это три звезды это обычный такой городской отель куда ты остановился заселился пошел гулять то есть там на особо не предусматривается какие-то там супер лакшери интертеймент и но просто обычный добротный отель сетевой поэтому понятно что ниже там чем там же чем тоже ротана но извините ротана это как бы курортная история и пятерка и на первой линии там немного другие задачи а здесь вот пожалуйста вы можете купить к там 67 за 68 причем выбор ну нормальный прям не то что я вам там скажу сейчас последний номер средняя цена на невысоких этажах вот 68000 и у них очень много этажей в продаже нет пока закрытые но некоторые например там вот 17 и 18 потом вот пропущены 16 15 14 пропущен еще но выбор большой этажей много это классно и не очень люблю когда прям вот один этаж ну не не люблю потому что сложно работать мало номеров и ты там пока один предлагаешь кому-то номер человек думает уже его могут купить где приходится вот это постоянно либо людей торопить чтобы они быстрее принимали решение вот пожалуйста высокие даже ну да чуть дороже не 68 там а 73 72 с копейками 71 из-за площади чуть поменьше цена ну в общем это уже 18 этаж что уже не 3 4 так что классно на самом деле до 21 этажа сейчас открыто верхние девять этажей они будут уже на более поздних стадиях открываться пока что вот если два плюс один вам нужен большой номер то здесь вот 220 будьте добры положить это видимо самый самый дорогой то из того что есть а в целом вот с двумя комнатами ну да один плюс один можно 100 тысяч взять спокойненько и в общем то получать удовольствие потом и деньги еще раз быстренько резюмируем пробежимся рендеры прикольно они тут прям там настоящие люди даже будут появляться в рендерах выглядит конечно забавно но все равно в общем да вот такое здание отдельно стоящая с инфраструктуркой рядом море прям рядом и аэропорт и торговый центр и панорамные виды и все что хочешь по поводу цен еще добавлю прикольно что у них получается со второго по 11 этаж цена везде одинаковая а если вы находитесь например по оплатам добавлю находитесь в тбилиси то там можно кэшем оплатить и они внесут деньги на счет крипто они напрямую не принимают но можно там через меня переводом сделали он видите настоящие люди живые прям снялись для них специально ну в общем насчет ремонтов нужно будет чуть позже уточнять какие в итоге будут финальные рендеры а так в принципе довольно понятный проект я думаю что кто хочет либо начать покупать брендовые отели с какого-то недорогого варианта то вполне себе можно рассмотреть его либо если у вас уже есть набор каких-то проектов пополнить коллекцию почему бы нет учитывая что цена ниже чем у конкурентов фактически на 30 процентов понятно что это не первая линия хотя близко к морю и нет допустим пока что например гарантированного дохода нет обратного выкупа то они в принципе ничего не обещают вот сами понимаете что там ну да через три года как-то как каким-то будет рынок как-то это будет сдаваться но опять-таки цена входа еще и без первого взноса это прям прям интересно выглядит но плюс компании застройщику 18 лет ну что вот такой у нас получился проект сегодняшнем видео разобрали посмотрели файлы там есть еще разрешение на строительство что кстати отдельно хочется отметить но там вроде было логично потому что искал что уже 7 этажей построена до разрешение есть уже стройка полным ходом идет поэтому кому интересно пишите контакты мы будут в описании в закрепленном комментарии подписывайтесь на соцсети на телеграмм особенно потому что там я опять таки чуть раньше пишу об этих проектах и клиенты которые обращаются особенно постоянно и раньше всего получать информацию поэтому следите за телеграмм подписывайтесь и на youtube тоже подписывайтесь а я с вами прощаюсь до встречи на новых видео пока